Меня вообще никто не мог понять тогда, как можно уйти из гугла. Это работа мечты. Я сам мечтал, я сам себе не мог понять, наверное, не отдавал себе отчет, что я делаю. Трамвайные пути переходит старушка, на другом, допустим, перебегает ребенок. Да куда повернет трамвай? Как решить эту дилемму? Вы не будете думать, что я вот сейчас хочу поехать, а потом я хочу полететь. Вы просто будете говорить, мне нужно добраться, например, отсюда вот сюда. Здесь каждый бит, по сути, меняет какое-то физическое свойство в реальном мире. Ты человек написал, говорит, приезжай, давай пообщаемся, я увидел твой профиль. И, кстати, хочу узнать побольше вообще. И сегодня я расскажу вам историю киянина Андрея Ясенецкого. Меня зовут Андрей Ясенецкий, я работаю в компании Uber в Калифорнии. В Uber Андрей працюет над беспилотным авто. Моя роль на этом проекте, я веду команду и веду разработку по созданию клаудоплатформы. То есть клаудоплатформы, которые эти беспилотники подсоединяются в реальном времени, могут получать команды и коммуницировать с дата-центром. Uber часто называют такси, но это не совсем так. Если простыми словами, это глобальная транспортная компания, которая оптимизирует логистику. Фактично, помогает человеку добраться из точки А в точку Б лучшим способом. Если вспомнить старые такси, то Uber справедливо изменил свит. И я даже не удивляю, как бы ниней вызвать такси, как бы Uber не существовало. Это, наверное, нужно было бы гуглить слово такси и говорить с диспетчерами. Ну, как-то так. Первый шаг был, это мы действительно убрали, по сути, всю диспетчерскую. Ее не стало. Это все компьютеры, которые в реальном времени на масштабе мира решают, как будет осуществляться это передвижение. И Uber пошел не только в обычные такси, условно, а и публичный транспорт. И, естественно, логичным продолжением это является беспилотная технология. Что мы еще можем сделать, как мы еще можем масштабировать это. Потому что в каком-то смысле, в определенной точке времени, в будущем, не может быть такого, чтобы каждый второй на планете был водителем Uber. Правда? То есть, с этой точки зрения, есть определенный потолок, дальше которого вот эта вот возможность передвижения будет ограничена в каком-то смысле. Соответственно, беспилотники позволяют эту проблему решить в такой вот долгосрочной перспективе и обеспечить еще более безопасное движение. Потому что мы знаем все статистику хорошо, сколько людей погибает на дорогах ежегодно, и сколько аварий происходит просто из-за человеческого фактора. Когда этот человеческий фактор убирается, естественно, компьютер более точнее, более как бы реактивнее. То есть, компьютер решает на десятки, сотни миллисекунд быстрее принимать решение, чем способен человек. Соответственно, мы решаем здесь проблему безопасности, мы решаем проблему буквально жизни и смерти, если так можно сказать. И также позволяем людям более свободное передвижение. На этом моменте мне згадалась история, которая произошла три года назад. Автопилот Uber убил женщину, и она погибла. Self-driving car, hitting and killing a woman, it is a first right here on our Valley Street. Это технология в городе Темпі штату Аризона. Жінка переходила дорогу не на пішохідному переході. В той час в Uber водійка таки була, але вона дивилася телевізійне шоу на смартфоні і наслідкувала за дорогою, віддавши справу на самокермування. Компанію тоді визнали невинною, але хто взагалі винен, якщо автопилот збиває людину? Окрім юридичних нюансів, це певною мірою навіть філософські запитання. Тому цікавлюсь в Андрія, як в компанії взагалі підходять до вирішення таких питань. В первую очередь, немає такого, щоб автономна система программувалася зарані на пораження. Тобто программувати систему з точки зрения того, що нам треба вирішити, хто виживе, а хто нет. Це вже неправильна філософія в цьому смыслі. Тобто машина не намагається за долю секунди вираховувати, кого рятувати. Да, то есть вот это принятие рішення. Ізвестна проблема троллейбуса, як її троли пробують, як її описують, це куди повернути трамвай. На одному трамвайному пути переходит старушка, на другому, допустим, перебегає його ребінок. Куди повернёт трамвай? Як решити цю дилемму? Але ця дилемма не рішається, тому що люба життя бесценна. Тому невозможно їй систему запрограммувати, исходя з такой філософії. Філософія должна бути совершенно другая. Ми не программируємо систему на поражение. Наоборот, ми программируємо систему с идеєю наибольшей безопасності. То есть система не способна принять такое рішення. Як і людина, в принципі, не способна, скорее, принять рішення. В такой ситуации, как правило, человек действует интуитивно, пытаясь предотвратити все возможное, любую ситуацию в этом случае. Так же система. То есть система должна уметь остановиться, избежать любого столкновения, ни за счет, ни ценой кого-то в этом случае. Ни пассажира, ни пешеходів, ни так далі. И систему, которую мы программируем, мы программируем, допустим, с идеей того, что она наиболее похожа на человеческое поведение, но лучше с точки зрения реакции. То есть если, скажем так, скорость нашей нервной системы, передача сигнала, допустим, от мозга до стопы занимает, я точно уже сейчас не помню, но, по-моему, сигнал проходит 2 метра за полторы секунды или что-то в этом роде, или за секунду по нашей нервной системе. И, соответственно, реакция компьютера, ну, на порядок быстрее, да, за миллисекунды буквально, да, то есть там за 50 миллисекунд, за 10 миллисекунд, чтобы сработали тормоза, но никакой человек никогда в жизни так быстро не среагирует на ситуацию. Тогда проблема скатывается, по сути, нам нужно просто больше данных, нам нужно больше тренинга, нам нужно больше дорожного времени, нам просто нужно максимизировать нахождение машины во всяких возможных и невозможных условиях, так, чтобы натренировать до наиболее максимального, оптимального уровня, скажем так. Ирония доли Взагали, ни туды, ни сюды. Мне казалось, это как-то далеко от компьютеров настолько, что я ничего нам не смогу сделать, я буду несчастливый. Вот. И я просто в какой-то момент сказал, что как бы мне папе сказал, что мне транспорт не интересен, мне твоя работа не интересна, мне хочется заниматься компьютерами. Это было и предметом разговора, в общем-то, куда идти учиться. Либо идти учиться на транспорт, либо все же идти учиться компьютерным наукам. Естественно, пошел учиться компьютерным наукам. Но иронично, ты прав, что мы вернулись, прошли полный круг, как бы вернули цикл, и вернулись в исходную точку, получается, где пришлось все-таки заниматься транспортом. Ну, я думаю, что мало кто на тот момент себе представлял, что может быть с миром, как мобильные телефоны и как технологии, в принципе, изменят наш мир. И что всем этим можно будет управлять группой каких-то компьютеров, которые находятся в каком-то клауде непонятном, в облаках каких-то. Что все это децентрализовано, что у нас будет просто какая-то кнопка в кармане, которую можно в любой момент нажать, и внезапно из-за угла появится машина, на которой мы поедем. И не нужно будет передавать деньги водителю вообще. Но мы пережили эпоху целую интернета, глобального роста интернет-сервисов и устройств, которые дали нам доступ фундаментально к этой технологии. И, по сути, мы последние 20 лет занимались тем, что строили эту фабрику. Мы строили этот слой, эту инфраструктуру, на основе которой теперь мы можем начать решать настоящие большие глобальные проблемы. Транспорт одна из них, медицина вторая, допустим, и так далее. То есть очень много других проблем, которые просто лежат на поверхности, их никто не трогал. То, что решает Uber у себя, это сложнейшая математика. И что сложного еще в этом, это то, что это в физическом мире все происходит. Это не компьютерные биты, которые бегают между серверами и что-то там онлайн меняется на какой-то странице. Здесь каждый бит, по сути, меняет какое-то физическое свойство в реальном мире. Но Uber був згодом, и до него мы еще вернемся. Загалом життя Андрія ділиться на два периода. До 2011 года и после. Адже саме тогда он потрапил в компанию Google и переезжал в США. Там он провел 4 года. Кажется, это была мечта всего его жизни. В Украине он даже организировал сообщество прихильников Google и просил инженерный бренд компании, выступающий на разных конференциях. Когда Андрія взяли таки в Google, до речи, не с первого раза, у него даже певный час был так называемый синдром самозванца. Я думал, что я представляю себя хорошего инженера. У меня уже был за спиной какой-то опыт, репутация в Украине. Но попав в Google, я понял, что я вообще ничего не знаю еще. Я нахожусь где-то на самой начальной ступеньке, наверное, своей карьеры. Несмотря на то, что я до этого имел уже лет 5 опыта, но я понял, что есть совершенно другой уровень работы над продуктом, уровень знаний, подход вообще другой, другая философия. Я познакомился с кучей талантливейших людей. У меня первый год или полтора у меня был такой вот импостр синдром, что я просто либо не дотягиваю, либо вообще как меня сюда взяли. Мне было совершенно непонятно. Появлялась какая-то даже вина, что, может быть, на моем месте кто-то другой должен был быть. Вот, и так далее. Так тривало півтора роки, пока Андрій не почав здобувати свой уникальный опыт и демонструвать первые достижения. Спочатку он работал в команде Google Analytics, а потом и в экспериментальном подразделе компании. Идея была забезпечить интернет у всему святе. Они запускали у стратосферу кулі размером с теннисный корд, который трансливали ЛТС-ъединения. Что-то типа Старлинга Илона Маска, только от Google. Так ось, в 2014 году Uber сам нашел Андрія через социальную мережу LinkedIn. В своем резюме программист записал, что кроме технических скиллев, он еще умеет варить вкусно борщ. И это, кажется, работает. Человек написал, говорит, приезжай, давай пообщаемся, я увидел твой профиль. Или, кстати, хочу узнать побольше о борще. Я сразу увидел, что человек потрудился, написал. Более того, он нашел мой email. Это был не email в LinkedIn, когда можно внутрь послать, а именно directly, напрямую на мою персональную почту. Я сразу ответил, говорю, да, мне было бы интересно. И с удовольствием расскажу про борщ. А вот тогда это был еще не тот Uber, который сейчас работает по всему миру и имеет около 100 миллионов использующих в месяц. Это был стартап, который даже не оценивался в миллиард долларов. Меня пригласили просто на кофе. И когда я услышал впервые о том, как бы, вот видение на следующие 20 лет, вообще, что оно есть и какое это видение, ну, да, это в каком-то смысле взорвало мне мозг. Я просто по дороге домой уже, сидя в Uber, написал этому человеку, говорю, да, давай делать интервью. Я готов на следующий день идти на интервью. Но меня вообще никто не мог понять тогда, как можно уйти из Google. Это работа мечты. Я сам мечтал, я сам себе не мог понять, наверное, не отдавал себе отчет, что я делаю. Вот, как бы, какая-то компания, такси, там, как бы, что это такое, приложение, что ли, делать какое-то под телефон, вообще непонятно, да, было на тот момент. Так Андрій и опинився в компании. Першие дни на новом месте ему запамятались. Ну, я пришел в Uber, я смотрю, и со своими, естественно, опытами из Google, где все вылезано великолепно, все есть стандарты везде, потрясающие системы, все смасштабировано. Вот, я пришел в Uber, смотрю, так, здесь ничего нет. Это такой стартап, вроде бы, на тот момент в компании уже было, может быть, чуть меньше тысячи человек, но все равно это сейчас, кстати, к слову, больше 15 тысяч, по-моему, или что-то там вроде. То есть компания была совсем маленькая, а количество инженеров так вообще было около 200 или даже меньше. И я посмотрел, что так, ничего нет, но это интересно, потому что я же знаю, как все должно быть построено в хорошем смысле. Вот, я видел, ну, на тот момент для себя я видел идеал, поэтому, естественно, сразу же инстинктивно хочется предложить, а давайте вот сделаем вот так, только еще лучше, например. Вот возьмем, как было в Google, вот оно было так, ну, вот это вот мы выбросим, а сюда добавим еще вот это, и будет лучше и больше подходить, например, под нашу конъюнктуру. То есть более такой адаптивный вариант. И это мне, конечно же, супер помогло, как в карьерном смысле, так и сделать большой вклад в компанию на ранней стадии, оставить свой след, так сказать, в истории компании. Некоторые из этих систем, они все еще, как бы, в core используются, то есть они все еще в продакшене, и это дает ощущение какого-то, ну, собственного достижения, что, как бы, вот оно останется еще на несколько лет точно. Вот, уже шесть лет пробыло, и еще будет, наверное. За два месяца Uber став единорогом, и одразу коштував килька миллиардов долларов. Компанія тоди росла просто неймоверно швидко, а экспоненциально. За шесть месяцев после статуса миллиардной компании цена подвоилась. Еще за півроку снова подвоилась. У 2016-му році Uber уже оценивался у 50 миллиардов долларов. Но, кроме оцінки, сросли также и замовления, навантажения на сервери, инфраструктура, персонал и купа всего. Конечно, проблемы, которые возникали, тоже имели очень уникальный характер. Так как я упоминал, уже не было инфраструктуры, допустим, какой-то, которая бы поддерживала этот рост. Надо было все быстро перестраивать, менять. Представь себе трассу, highway, по ней мчится автомобиль на скорости, я не знаю, 70 миль в час. А тебе приходится, и тебе нельзя останавливаться. Этот автомобиль, этот Uber. И тебе нельзя останавливаться, и тебе приходится придумать, как менять колеса на ходу. Вот так, чтобы не замедлиться, а оно еще больше ускоряется, скажем так. Андрій в Uber уже 6 роков. За цей час, чи не найбільше, він пишається тим, что с командой разработали алгоритм, який краще вираховує вартість поездки. Умовно, вокзал. Там практично вічний попит, від чого ціна зростає, бо люди постійно пребувають. Але якщо ви там живете, невже ви приречені на постійний підвищений тариф? Раніше були б, напевно. Тоді Uber використовував великі, так би мовити, геолокаційні куполи. Кілька таких покривали усе місто. Але Андрій і команда придумали інший спосіб. Маленькі шестикутники, які геометрично досконаліші і справедливіші. Особливо для людей, які живуть біля дуже людних місць. Переход на ці маленькі шестиугольники дозволив решити цю проблему в глобальному масштабі. Але тепер представьте себе, що це треба масштабувати на весь мир. Скільки таких шестиугольничков нужно, щоб покрыти весь земной шар? За виключенням, допустим, океанів. Ми їх вирізаємо. То есть, скільки нужно? Це нескільки мільярдів. І для кожного цього шестиугольничка, кажді 3-2 минути, потрібно высчитати новий коэффіцент, новий показатель спроса. То есть, соответственно, це увеличило нагрузку на системи просчета на нескільки порядков сразу. Тому приходилось решати не тільки вот эту алгоритмическую проблему, но ще й інфраструктурну проблему, як це все масштабувати на весь мир. Нужно було поменять полностью всю інфраструктуру, выбросити все старе, замінить новими, потому що нова геометрия, нові алгоритми графа, нові подсчеты, нові алгоритми подсчетів, багато нової математики. И то, чем я горжусь, это то, что я был в команде, которая, по большому счету, нам дали эту задачу, нам нужно было ее решить, ну, чуть ли не за несколько месяцев, наверное. Вот. В моем случае немножко по-другому, потому что мне повезло то, что я в Uber пришел рано. Очень рано, скажем так. Я попал в хогорд людей, просто которые получили достаточно много стокс, акций, и поэтому, как результат, заработали очень много денег, когда Uber вышел на IPO два года назад. Поэтому мой случай, наверное, чуть более уникальный, чем обычный. Но, как бы, в результате этого позволить могу много. По большому счету, все, что хочется, наверное. Я, в принципе, мог бы позволить и не работать даже. Вот. Но оказалось, что, A, мне не так много нужно. И, наоборот, у меня поменялось мышление немного в сторону избавления от вещей, какого-то минимального образа жизни. Я понял, что мне не нужны какие-то атрибуты, ну, luxury, какие-то супердорогие машины или там все, что угодно. У меня есть конкретно набор вещей, которые вот просто минимум мне необходимы для моих поддержания, моих увлечений. И все. По сути, как бы, на этом все заканчивается. Это сложно понять в ретроспективе. Я всегда думал, вот, если бы у меня было, как бы, много ресурсов, я бы, наверное, вот. Но со временем, когда это приходит, оказывается, что это все не нужно вообще просто. Я не знаю, есть люди, которые там любят тратить деньги на дорогие машины. Вот им просто нравится. Но мне, я просто знаю, что если я куплю какую-нибудь такую машину экзотическую, она у меня будет все время стоять в гараже. Просто 99,9% времени она мне не нужна. А если хочется поехать и, не знаю, кого-то удивить, так можно просто арендовать, покататься и отдать. Зачем ее иметь? Кстати, одна вот такая еще курьезная история. Буквально за два дня до того, как я попал в Uber, я продал свою машину. С тех пор у меня ее не было. То есть вот с 2014 года у меня не было машины. Что самое интересное, в тот момент, когда я ее продал, я понял, действительно, я вот поверил в это видение, про которое мне рассказали. Потому что я сам только что ее продал, потому что она мне стала буквально не нужна. Она стояла в гараже все время и затекли свечи, там перестал работать аккумулятор в ней. В итоге мне пришлось ее еще вызывать эвакуатор, чтобы вытащить с паркинга и дотолкать ее до ближайшего сервиса, где ее просто купили. И на этом моя история с автомобилями закончилась. Еще и деньги витратил на эвакуатор. Вот именно. Андрій згадывал про стелю, мовляв, не могут усі бути водеями Uber. Зокрема, тому компанія працює над безпілотным транспортом. Але куди далі? Адже и безпілотный такси – это тоже певная стеля. Андрій каже, что первая запуска – это доставка. Больше способов передвижения, больше доставок. Сейчас, особенно во время пандемии, мы все увидели, насколько доставки буквально спасают мир, если так говорить. Потому что вам не нужно идти в магазин за продуктами, вам не нужно идти в ресторан, где вы потенциально можете подхватить вирус. Тем более все закрыто все равно. И единственный способ получить еду, оказывается, использовать такие сервисы. Uber, естественно, не один, не единственный в этой сфере, но однозначно пионер и самая большая платформа доставок в мире на сегодняшний день. И это будет только дальше расти. Потому что особенно, я не знаю, знаете вы или нет, про Cloud Kitchens – это вот эти ресторанчики, которые не имеют никакого зала, никакого вот этого внешнего представления, а это просто человек арендует кухню где-то, которая лицензированная, соответствует всем нормам, стандартам, чистоты, практике и так далее. И просто, например, вот делать там свои блинчики какие-нибудь. И дальше просто этот человек, его кухня подключена к системам доставок, таких как вот Uber Eats и так далее. Просто эти системы позволяют доставлять эту еду своим клиентам, скажем так. То есть не нужно никаких столиков, не нужно платить за рент помещения, иметь персонал, платить зарплаты и так далее, и тому подобное. Это только набирает сейчас такой момент, и это будет следующая большая волна. И тогда у вас появляется просто опция, вы открываете тот же Eats или какое-то другое приложение, и вы уже не смотрите на ресторан X или ресторан Y, и какой вы предпочитаете. Вы просто смотрите на пиццу, например, и вы говорите, я хочу просто вот пиццу с такими-то топпингами, с такими-то вот так далее, такой-то толщины, и вам привозят вот такую пиццу, как вы хотели. Вы не знаете, кто ее сделал, и какой это бренд, потому что тогда просто границы этих брендов и страны смываются в таком случае. И вот Тревес Каланник, кстати. Тревес Каланник – это співзасновник Uber. Он пошел и основал такую компанию. Они сейчас работают, они еще как бы не в паблик, но они вот работают над такой проблемой с созданием Cloud Kitchens. То есть это вот то, куда движется. Ну и дальше новые модули транспорта, то есть кроме такси у нас появляется публичный транспорт, то есть у нас появляются доставки товаров, то есть не только еды, например, товаров, а логистика вся. Это типа с Китая в Украину, напевно? Нет, более внутреннее скорее, внутри города, посылки. Это составляет очень большой процент также всех доставок, и это позволит снизить объем и нагрузку на другие службы доставок, которые могут не справляться. Ага, типа как Новопошта або Укрпошта в Украине? По типу, да. То есть новые модули вот этого транспорта, новые модули логистики. Просто делать передвижение людей более доступными. И, естественно, тогда, как мы уже говорили, вопрос о личном транспорте, он уходит как бы на второй план. Потому что большинству, в 90% случаев, все же, давайте согласимся, в городе машина не нужна. Ну вот полеты еще, кстати. То есть беспилотные летающие, скажем так, средства передвижения. А як це працюватим? Представьте, у вас будет внутри города несколько таких локаций, несколько подов таких площадок, на которые могут приземляться вот такие вот устройства. И просто вы не будете думать, что я вот сейчас хочу поехать, а потом я хочу полететь. Вы просто будете говорить, мне нужно добраться, например, отсюда вот сюда. И Uber уже будет сам складывать наиболее оптимальный способ туда добраться. И у вас может быть так, что за вами приедет машина. Вы доедете до одного из таких посадочных локаций. Там уже у вас будет ждать вот такой транспорт. Вы просто сядете, он взлетит, перелетит на другую сторону города, скажем, если вам далеко ехать, да? На такую же локацию, и там уже у вас будет ждать следующий Uber. Но вы не будете просто об этом думать, потому что вся логистика за вас уже решена. Фильм «Пятий элемент» – это реально или таки из области фантастики? От летающий такси – это когда? Я просто спілкувався ранее с многими экспертами в транспортной галузе, и, в частности, эту тему мы понимали, то они скептично ставятся до этого две причины. Технічная, очевидно, та пока что рано, та безопасная, адже риски срастают в невероятных масштабах. Если автомобиль, например, припаркуется так в скелину высотку, то потенциальные втрати суттєво будут больше, чем если бы это было на дороге. До «Пятого элемента» далеко, точно. Потому что, да, в загруженном городе никто не хочет, чтобы это такси упало на голову. Естественно, это логично. И до тех пор, пока эта технология не будет настолько откатанно и безопасно, как любой другой вид транспорта, к которому мы привыкли, то, естественно, этого не будет. Что будет – это вот такие перелеты на более длинные расстояния. Например, за город. Скорее всего, эти посадочные локации будут расположены где-то на границах города, где мало людей, мало транспорта и так далее. Где просто риски меньше. Это гораздо ближе реальность, чем пятый элемент. Андрій живет у США уже 10 лет. За этот час, зрозумев, там, справедливо, присутні дух свободы и индивидуализма. Это то, что больше контрастирует с жизнью в Украине, каже он. Разница в фундаментальном устройстве общества и как она развивалась. И вот эта вот свобода Запада, где можно было, по сути, то, как люди и делали, когда этот Запад осваивали, занимали земли, занимались добычей. И вот это был дух этой свободы, что я могу вот… что я имею свое право на вот этот участок земли. Я могу здесь рыть шахты, добывать золото, допустим. И никто мне не может помешать. Это вот право собственности, право свободомыслия, оно заложено вот в фундамент этого общества. Конечно, оно и приводит к некоторым проблемам, которые мы сейчас видим, да, когда, например, людей просят одевать маски, а они видят это как нарушение их личной свободы. То есть, как бы, никто им не имеет права указывать, что делать. То есть, у нас тут, получается, конфликт, как бы, возникает. Но это всего лишь говорит о том, что общество развивается, оно не стоит на месте. Вот, и это понятие свободы тоже эволюционирует. Вот это вот, наверное, очень большая разница, то, что Америка переживает постоянный вот этот рост социальной вот этой фабрики, социального устройства общества и постоянное развитие вот этих понятий и, как бы, общественных движений. То есть, у нас, мы знаем, у нас была борьба с рабством в своё время, и это ставило огромнейший след, как бы, отпечаток на все истории, который до сих пор, с которым до сих пор общество не может справиться. Потом революция за права человека, за свободу в 60-х. И все вот эти проблемы, это, как бы, говорит о том, просто, что общество очень динамично растёт. И интересно будет посмотреть в длинном промежутке времени, как бы, к чему это приведёт. Я не вижу, например, этого, чтобы это происходило где-нибудь в другой части Европы. Я даже не говорю про Украину, допустим. Мне кажется, здесь просто всё очень ускорено. Такое ощущение, как будто на старое. За сто лет мы проходим, допустим, очень много таких кардинальных, важных этапов, которые являются поворотными в истории общества. И также фундаментальные, которые потом распространяются на весь мир. Это культура. То есть, это в основном стало очевидно вот после Второй мировой войны, когда в Америке произошёл огромнейший индустриальный рост. И впервые начали внедряться стиральные машины, микроволновые печи вдруг появились. Обычная американская семья сумела позволить себе теперь автомобиль иметь, дом. Благодаря этому, этому духу предпринимательства, этому бизнесу и, по сути, открытым возможностям простоте делания бизнеса здесь, отсутствие бюрократических барьеров, весь этот бумажный волокит и вот этого всего, в чём можно погрязнуть, ещё даже не добравшись до решения реальной проблемы, просто продолжает как топливо, что ли, двигать здесь все процессы буквально. Андрію, коли ты повернешься? У меня нет конкретного представления о том, что мне нужно вернуться, допустим, то есть возвращение можно представлять собой по-разному, то есть можно находиться где-то физически, но в нашем мире сегодняшнем, во-первых, во время пандемии мы увидели, что это вообще нерелевантно, то есть мы можем находиться на тысячи километров друг от друга, но при этом работать вместе, создавать какие-то новые проекты, нам не нужно быть в одно и то же время в одном и том же месте географически, да, и технологии на сегодняшний день это позволяют. Поэтому, мне кажется, нам просто нужно поддерживать вот такую связь и продолжать отдавать как можно больше своих идей, которые помогают другим людям двигаться. Есть такое пространство идей, условно, если его так представить, есть украинское пространство идей, есть глобальное пространство идей, есть американское. Просто мое мнение такое, что как бы отдавая свои идеи какие-то в это пространство, помогая другим, информацией или какими-то нетворками, как говорится, связями, это вот в этом олицетворяется мой возврат, по сути. Информационное пространство очень важно и важно эти идеи транслировать и рассказывать про них, говорить, что на самом деле это все возможно, это просто, там нет ничего страшного, это всего лишь 16 тысяч километров. На этом все. Вы слушали подкасты Homo Codeus про украинцев, которые работают в топовых технологических компаниях света. Меня зовут Дмитро Пальчиков. Если вам понравится подкаст, ставьте ему 5 зерочек в Apple Podcasts. Это поможет и другим про нас узнать. А также ставьте амбасадорами The Ukrainians. Па-па.